Меня зовут Анатолий, как сказали, что я со-фаундер, я привык к английской фразе, ко-фаундер и SEO-компания AppFollow, уже более шести лет занимаюсь темой мобильных приложений и продвижений, и на самом деле продукт и компания, которая в итоге получилась, это все из приложений и около того. Давайте совсем коротко расскажу, как я пришел к тому, что выступаю сегодня перед вами и что за компания, потому что сегодня будет именно речь про нее и про инсайты, которые и фейлы, которые мы увидели, осознали, споткнулись от которых за эти пять лет. Значит, AppFollow – это инструмент для мобильных разработчиков, маркетологов, продукт-менеджеров и так далее, который позволяет заниматься, вот как мы называем это, AppStore Management, в который включает в себя и работу с отзывами, рейтингами, и ASO, и базовая AppStore Аналитика и так далее. У нас уже большое количество клиентов, и многие из спикеров являются этими клиентами, кто-то еще нет, как, например, Кира, но за ней или мы, или она к нам придет, но не об этом суть. Мы любим их, и я рад, что это взаимно, значит, продукт получается. Все-таки не зря мы пять лет что-то делаем. Мы растем, и это круто, вот кусочек инвест-презы. Здесь, конечно, ничего такого явного вы не увидите, но какая-то гора, какая-то клюшка вроде бы получается, началась получаться. И в прошлом году мы закрыли раунд A от UK фонда, и вот да, мы подняли уже, это, наверное, третий, четвертый раунд, были и сид, и присиды были. И ангельские инвестиции. И как раз вот хотел бы рассказать, на что это пошло, как мы из, на самом деле, идеи, которая у меня была в 2013-2014 году, получилась компания, получился продукт, и что как бы из этого следует с точки зрения инсайта. Потому что моя цель – поделиться опытом с вами, с теми, кто либо делает продукт, либо собирается сделать собственную компанию, либо уже делает и может не допустить тех ошибок, которые допустили мы. И еще один момент про команду, что мы с первого дня существования, мы ремоут-команда. Вот у нас было три фаундера, это Женя, Паша и я. Вот сегодня буду ссылаться на этих персонажей, так что запоминайте их. Я сегодня, как видите, в желтом, сразу понятно, где я на картинке. И на текущий момент мы вот, нас 75 человек, там плюс-минус, это в основном СНГ и Европа, но вот смотрим уже и на другие страны. И вот классная история, что у нас уже появляются англоязычные сотрудники в компании. И этот челлендж, который мы на пятый год уже начали осваивать. Ну и так это уже, как у всех выглядит эта картинка. Но до пандемии мы этим хвастались, гордились то, что мы умеем. А теперь мы, как и все остальные, вот в зуме. И вот сегодня это, да. Секунду, я тебя прерву, презентация не листается, поэтому давай попробуем что-то с этим сделать. Хорошо, что такое. Да, а я говорил, что зум уже все освоили. Возможно, фуллскрин работает плохо. Возможно. Ну, давай посмотрим. Давайте мы сделаем. Сорян. Ну, там были красивые картинки. Все, правильно. Так видно? Мы пойдем тогда в таком режиме. Да? Да, да, давай. Да, соответственно, картинки досмотрим потом, раз такой у нас эксцесс технический получился. Но фишка какая, что вот про команды, да, еще раз. Мы на ремоуте с первого дня существования, нас 75 человек, Россия и Европа и около того. И мы сегодня хотели бы поделиться информацией про наши фейлы и инсайты, да. Но когда я готовил доклад, я понял, что, к сожалению, наверное, без все-таки достижений эта картинка будет неполная. И вот все-таки так, как мы делаем продукт на англоязычную аудиторию в первую очередь, хотя и про своих родных не забываем, то вот у меня будут все-таки англоцизмы, поэтому простите, пожалуйста, если кто-то любит очень русский язык, а у меня сегодня будет про саксессы, фейлы и инсайты, да. Окей, поэтому давайте перейдем к основной части. Это как раз успехи или достижения, не которыми я хочу хвастаться, потому что их за пять лет, очевидно, было много, и у каждой компании, у каждого продукта их дофига. А именно то, что можно переиспользовать и посмотреть в рамках своего продукта или компании, в которой вы работаете. Поэтому первый саксесс – это формат, который мы отработали вот на текущий момент. Мы называем его внутри 3.3.3. На самом деле, когда мы были в акселераторе Startup Sauna, нам подсказали в таком формате, но там было немножечко по-другому, и мы вот придумали, доработали этот формат до трех саксессов, трех фейлов и трех инсайтов. Почему так? Потому что всегда есть с чем похвастаться и поделиться, потому что мы, кажется, все молодцы, любим выполнять KPI, но иногда это не получается, поэтому давайте-ка вспомним и про фейлы, и вот обычно мы видим такую ситуацию, когда саксессов много, а фейлов один или два. И это плохая ситуация. Всегда нужно подумать, вспомнить, как все было, и найти те самые три фейла. И круто, что из этих фейлов, из этих достижений можно придумать инсайты, что мы осознали, чему мы научились для того, чтобы по факту собрать, и это то, ради чего происходит, план. И план, конечно, может быть больше, чем три пункта, поэтому сегодня и вот хотелось в этом формате рассказать вам про наши все фейлы, достижения. И этот формат сейчас работает внутри нашей компании. От нас, как от фаундеров, идет до там, тим-лидеров, до всех внутри компаний продукта. Это и на All Hands, и на QBR различных. Также мы этот формат запустили для инвесторов, и это должно, это прошло прям классно, поэтому если кто-то ищет этот формат, при котором можно было всю работу, которая происходит за месяц, за квартал, уложить какие-то девять пунктов или там плюс планы, то рекомендую попробовать, потому что у нас это получается. Ну и вот надеюсь, что и для выступления такой формат тоже зайдет, если речь будет идти про какие-то истории запуска и компаний, да, в которой вы работаете. Второй success – это вот та самая идея, которая была в начале 2010-х годов, с которой мы пришли на Хакатон. Я вот как раз со своим текущим кофаундером, с Павлом, который сейчас является СТО, мы на коленке за ночь собрали прототип прочтного скрипта, который на самом деле потом лег в основу продукта, которым мы занимаемся до сих пор. Да, он уже много раз изменился, это уже совсем другое, нежели мы сделали на Хакатоне, но фишка какая, что кажется, из Хакатонов могут рождаться классные продукты и на самом деле там успешные бизнесы. Как это было? Ну вот смотрите, и тут как раз респект Product Camp и площадке, на которой сейчас я выступаю. В 2014 году, опять же, когда я был в приложениях, считал себя в каком-то виде экспертом, особенно мне нравился анализ конкурентов, вот я тогда занимался АСО, аналитикой, я выступил на конференции в Москве, это, по-моему, был дубль ГИСи, 8 декабря, и запичал вот эту историю, как мы это делаем руками, где-то какие-то инструменты использовали, и в конце, конечно, рассказал про свою идею, что устал это делать руками, нет единственного инструмента для сбора всех этих данных, поэтому, кажется, появится новый продукт на рынке. И вот история успеха, она следующая. Идея, как о том, пич на Product Camp, потом 5 лет, или даже чуть больше, мы что-то делали, и вот я снова перед вами рассказываю, что получилось. И, конечно же, круто, что можно так респектовать этой площадке, я за вот этот дух и культуру Product Camp, поэтому всем организаторам большой респект, мы действительно вас любим и уважаем, но дать должное, вот когда я говорю, что это у меня второе выступление на Product Camp, на самом деле мы часто присутствуем либо в зале, либо кто-то из даже коллег, ко-фаундеров выступал и делился нашими знаниями на тот момент. Но вот сейчас классная ретроспектива, и когда мы найдем до фейлов, вы услышите как раз, наверное, что-то интересное и полезное. Но еще один пункт про хакатоны, он заключается в следующем, что для нас это по факту та самая культура компании, которую вот мы с нее начали, и по факту занимаемся до сих пор. К сожалению, из-за пандемии в прошлом году мы буксанули по хакатону в прошлом году, но вот это классный формат, мы уже провели 7 хакатонов, и наша статистика такая. Половина проектов, запичанных на хакатоне, доходит потом со временем до прода, иногда это становится киллер-фичей, как и в прошлом хакатоне, как и позапрошлом. И я безумно рад этому формату, потому что любую идею можно быстро провалидировать, и наша задача, чтобы все, кто в компании сейчас находится, не только разработчики, не только продукт-менеджеры, могли поучаствовать. даже если это сейлс, маркетинг, либо QA, которым нечего еще тестировать, потому что продукта нового нет. И если вам интересно про эту культуру, вот как раз Паша выступал на одном из продукт-кэмпи в 2019 году, и вот есть статья, можете потом почитать и узнать, как это происходит, и как мы отбираем идеи. Окей. И, наверное, третий, опять же, не хочется сильно хвастаться, но хочется именно показать то, что произошло, что так как мы начинали в новой теме для себя с точки зрения рынка и там еще незрелой ниши, то, кажется, мы собрали вот такую новую категорию сервисов. Вот это наш слайд из инвест-презентации. Мы называем это App Store Management, либо, как в самом начале я говорил, App Management платформа, где по различным косвенным признакам мы уже сейчас являемся лидером, и многие начинают нас уже копировать, наши функции, наши даже какие-то упаковки или прайсы, что на самом деле говорит о том, что мы все-таки делаем, кажется, правильное дело. Также по трафику можно посмотреть, по каким-то там, хоть это и не важно, но и инвестициям. Но вот получилось, это круто, и как раз, опять же, разбирая всю эту историю с конкурентами, наверняка многие из продукт-менеджеров постоянно решают этот вопрос с конкурентами. Мы для себя выявили, как и вот слаб какой-то свой момент, что мы не конкурируем с теми, кто уже сейчас на рынке, да, и вот, грубо говоря, вместе с нами воспитывают эту новую нишу, да, воспитывают пользователей, клиентов, борясь за вот новый кусок рынка. Мы по факту работаем с теми, кто уже давно на нем. И это вот, у Slack это был e-mail, у нас это консоли, там, где 100% наших target audience, которые пользуются консолями, которые, как вы знаете, если вы делаете приложения, ограничены, они, во-первых, две разные, с разными форматами, разными возможностями, нет правильного API, выгрузок и вообще крутых автоматизаций. То, что делаем на самом деле. Ну ладно, это все как бы классно, здесь мы немножко погордились, но давайте к фейлам, надеюсь, это будет суперполезно, потому что не только вы можете, ну, позлорадствовать, что такое было, но и, например, взять это как то, на что не нужно, как бы, наступать с точки зрения грабель, да, и как можно обойти это в будущем. Поэтому, несмотря на то, что у нас есть, вот, что это типа плохо, на самом деле это круто, и я в компании в какой-то момент сформулирую такую мысль, что чем быстрее мы наступим на вот эти грабли, допустим ошибку, тем лучше. Поэтому наша задача именно так делать, потому что все, что мы делаем в первый раз, все пахнет как бы фейлом в том или ином виде, да, неизвестно, какой будет масштаб. Чем быстрее мы допустим, тем лучше этот фейл, потому что дальше мы проведем работу над ошибками, получим инсайты, да, ну и сделаем план уже без фейлов, либо без текущих фейлов. Главное не допускать фейл два раза. Ну вот первый фейл, и это вот я недолго, не сразу смог признать это, первые вот там два с половиной, три года мы шли до первого миллиона АРР, вот если кто не знает, если далек от СААСов, то АРР это Annual Recurrent Revenue, то есть сколько мы зарабатываем в год на платных подписках, да, на клиента, который на активной подписке с нами. То есть не те, кто там one-time fee, да, или консалтинг какой-то, а именно вот подписная история. Соответственно, вот мы долго бежали до этого, оказывается, ключевой для нас метрики, и вот разбираясь, почему так случилось, вот как бы чек-лист, и вот первый пункт, он, знаете, звучит от каждого, в любом акселераторе вы это услышите, от любого адвайзера, и, к сожалению, мы допустили, ну как бы то, что у нас средний чек был низкий, и по факту, мне кажется, любой продукт, который не возьми, который еще не устоялся на рынке, и еще там рынок может быть незрелый, постоянно меняется, то всегда будет претензия к низкому, среднему чеку, особенно это любят говорить нам инвесторы. Для них всегда средний чек будет низкий, поэтому это на самом деле, с одной стороны, хорошо, то есть есть вызов подумать, а как сделать такой продукт, чтобы вашей аудитории, он заходил, и они получали такую ценность, что они были готовы платить повыше, там, чек, да, чем у вас сейчас на сайте. Мы вообще стартовали с 9 баксов, и у нас была такая идея, что мы миллион сейчас разработчиков сконвертируем по 9 баксов и будем в хапре. Но, как вы понимаете, мы не в хапре, миллион мы не нашли разработчиков, хотя на самом деле по цифрам Epenny у них уже 2 миллиона регистраций, то есть, опять же, знаешь, что все те, кто хотят что-то знать про приложение, аналитику, особенно конкурентов, идут в Epenny, то вот он, рынок как бы существует. Но вот если ты не эксперт, как, например, мы были в этот момент и на все портах даже не суперэксперты по привлечению трафика, сделать миллион за год, за два, именно с точки зрения регистрации, это тяжело, особенно когда продукт еще не нашел свой продукт-маркетфит до конца. Поэтому вот это та история, куда мы плохо обращали внимание про средний чек, и только в какой-то момент начали его прокачивать, и на самом деле это было круто, потому что получился такой запас, что функций много, теперь можно как раз заниматься поиском правильных юзкейсов и под это как раз выкручивать средний чек, и там каждый год мы росли там 2-3 икса, когда это осознали. Но вот по-прежнему еще, как нам говорят инвесторы, ваша база с точки зрения лога клиентов очень крутая, с точки зрения среднего чека вы не домонетизировали. Но это факт. И, соответственно, второй здесь пункт, это как раз то, что был фокус на разработке продукта, я изначально был продукт-менеджером, до этого был разработчиком, конечно же, круто пилить продукт. Но вот кому, кому как ни к вам, мне это рассказывать. Все это прекрасно понимают. Но вот как раз, особенно референс к прошлому докладу, имея правильную стратегию, имея правильное планирование, нужно понимать, что же у вас, для вас сейчас критично. Действительно, на раннем этапе критично сделать первый буст, прыжок, сделать классный продукт, возможно, с киллер-фичой, которая как раз хайпанет на рынке и начнет продаваться. Но потом нужно переключаться от разработки на что-то большее, на правильные вызовы. И вот тоже, мне кажется, первые полтора-два года мы прямо углубились. И вот тут есть пример, что мы начали пылить разные фичи, некоторые даже без коздела, потому что первая полетела, значит, вторая полетит. Ну, то есть, начали допускать вот эти стандартные ошибки роста. И вот из-за этого, я так считаю, что мы буксовали по росту и выбрали, мне кажется, на тот момент неправильные метрики, на которые нужно было смотреть. Мне хотелось смотреть на рост месяц-месяцу, потому что где-то я узнал, услышал, что это классный KPI, и так он и есть, особенно для инвесторов, что если постоянно ты растешь, то это как бы классный знак на то, что можно инвестировать. Не факт, что проинвестируют, но нужно инвестировать. Можно инвестировать. Но вот на первом году жизни там рост должен быть вообще феноменальный, а потом, конечно, он немножко начинает стихать. И вот я концентрировал свое внимание на гроу-хаках различных. Сейчас мы прокачаем конверсию в Триал, сейчас мы прокачаем конверсию в Премиум, а где мне взять 50 тысяч регистраций? То есть, по факту, не о том нужно было, ну, начал думать, когда нужно было сосредоточиться на ключевых юзкейсах, которые стали продаваться, где нужно было прокачивать средний чек, и так просто ты первый миллион мог бы сделать быстрее. Конечно, это я сейчас такой умный, но не факт, что я сейчас меня вот такого умного вернуть в 15-й год и сделаю что-то по-другому, да, потому что там другой был сеттинг, и, возможно, подобные ошибки могли бы произойти, но я уверен, что первый миллион может заработать быстрее, чем за вот 2-3 года, которые мы туда потратим. Окей, теперь хотелось бы про следующий фейл, и вот этот фейл, он как бы на взгляд вот многих инвесторов и адвайзеров, опять же, часто допускает стартапы. Вот, поздно нанимается в команду HR. Вот, я прочитал книгу про Netflix, да, культуру Netflix, и там оказалось, что HR был вообще кофаундером, и это офигенная история, и я вот что-то смотрю по сторонам, стартапы, которые сейчас создаются, но нет таких повторений, да, и вот наш, давайте, опыт, когда мы наняли HR, вот, нас было 15 лет и это трое, это те самые три кофаундера, потом мы вот долго там буксовали, развивались там ангельские инвестиции, но дошли до 12 человек, и вот классная штука для нас, что каждый год, когда мы вышли уже на фандрайзинг, мы сумели выходить в ноль, и опять же, это очень круто с точки зрения продаж своего продукта, когда ты уходишь в минуса, уходишь как раз в разработку, в поиск классной бизнес-модели, среднего чека, чтобы потом выплыть и уже с крутым ростом продолжать, допустим, фандрайзить, либо уже масштабироваться, если ресурсов хватает, хотя не скоро это собственных ресурсов будет хватать на полноценное масштабирование. И вот в следующем году мы как раз закрыли Сид Раунд, и вот в этом году, представляете, мы сделали 3x по сотрудникам, то есть мы решили, раз мы были до этого 100% продуктовой командой, сейчас мы наймем и сейлс, и маркетинг, и сейчас полетим, а HR, для нас сказалось, что HR это только поиск новых ребят, а мы-то умеем, мой круг и Headhunter. Я же этим занимался, когда был и продукт-менеджером, и CTO компании до этого, что там, ничего сложного. И на самом деле это как раз вылилось там в ряд ошибок, и вот тут мы не наняли вовремя HR, хотя команда была, ну мы вроде все выполнили, KPI, и мы росли, то есть кажется, что все было хорошо, но вот в какой-то момент, особенно вот здесь, да, мы тут как раз поднимали новый раунд, только тут мы поняли, что нам пора найти HR, как раз узнали, что бывают разные сорта HR, и BP, и директор, и дженералист, и так далее, вот мы хотели как раз какого-то высокоуровневого человека в команду, он у нас появился, помог пересобрать, там команду, выявить узкие места и так далее, и вот сейчас-то вот наши цифры по людям, да, вот наш там план на следующий, на текущий год, и вот еще раз чек-лист, да, вот этих ошибок про HR-а следующий, что если вы все-таки концентрируетесь на продукте, то вот по факту потом, вот как раз когда мы делали прыжок с 2018 года на 2019, перестройка продуктовой команды, которая была чуть ли не 100% на вот полноценную компанию, где будут одинаково развиты разные отделы, конечно же, в SaaS это не только sales, но и success, и классный support, и маркетинг, и operations должен быть, там, не знаю, и DevOps нужно развивать, в общем, это те вещи, на которые мы забивали, и вот эта перестройка заняла много времени. Дальше, вот из-за того, что мы в какой-то момент неправильно собирали профили и нанимали вот тех, кто нам понравился сходу, а так как это стартап, то иногда роли меняются по мере для того, как мы растем, а эта мера бывает чуть ли не каждую, ну, не неделю, но каждый месяц может происходить такая штука, то нанимали иногда не тех, да, и это вот была какая-то история такая неприятная для ребят, которые пришли на одну, на один вызов, да, оказалось, мы требовали от них другое. И это вот все столкнулось на то, что вот я собрал стату по хайрингу, что мы в девятнадцатом году, вот у нас 50% тех, кто пришли к нам вот в девятнадцатом году, от нас уже отвалились, да, проработав менее чем два года, это, конечно, фейл наш как менеджерский, что мы не смогли вовремя это вот правильно и сделать удержание, и правильный хайринг, потому что, возможно, нужно было брать других ребят и не тратить ни их там силы, да, и не демотивировать их, и просто нам правильно сфокусироваться на тем, кто нам реально нужен. Ну и что здесь, из-за чего важен вот такой момент, это шестой пункт, это вот, опять же, когда ты не эксперт в human resources, да, вот мне казалось, что если мы на ранних этапах будем раздавать всем классные лейблы, типа, а вот ты у нас будешь head of, ну что-то там, да, head of там, какая-то часть продукта, head of там, marketing, head of sales, то это, конечно, будет их мотивировать выполнять эту роль. Но иногда название и то, что человек делает не соответствует. И, соответственно, потом, вот у меня было классное такое собрание, когда мы собирали всех head of, когда мы, это еще в оффлайне было, и мы собираемся, я понимаю, что на встрече у нас там 15-18 человек, это супер непродуктивно для вот лидершип команды, потому что очень много людей, которые разбиваются по кучкам, и ты не можешь обсуждать там ваши дела, там, допустим, продукт, какие-то новые там изменения, которые повлияет на средний человек, потому что у каждого разные там, не знаю, зоны ответственности и разные понимания даже терминов, да, и это такое вау, какой фейл. В итоге, да, опять же, это потому, что не было вовремя правильного чара, который помог бы вот эти все перекосы в ворчарте выправить до того, как мы их допустили. Так, вот такие дела, поэтому, если есть возможность и подумать о том, что вам нужен HR, особенно на ранних этапах стартапа, рекомендую этим заняться. Ну, и третий фейл, он как раз про вот разработку, про тех долг, вот опять же, за пять лет можно представить, какое количество лего сикода появилось у нас и что это в итоге приходит к тому, что сервис становится немасштабируемым и, возможно, когда он писался, он писался, допустим, до десяток тысяч клиентов, а нас нам нужно уже сотни тысяч клиентов, конечно, он будет сбоить и любые переделки, рефакторинги, конечно, очень плачевные и вот наш код там писался даже моими руками в какой-то момент и джуниоры мы привлекали, и там фрилансеры были и в итоге кое-что осталось даже на этапе прототипа или MVP. Да, вот как нам говорили там все лин-стартапы, вот это все сделали, оп, запустили, полетели. Никто потом не говорил, ребят, вам нужно вернуться, если летит, то нужно вовремя переделать, чтобы потом это масштабировать, но по крайней мере я не услышал этого, либо услышал, но не понял, как это нужно правильно имплементировать. И, конечно же, это больно, особенно сейчас, когда мы там уже на таком зрелой стадии, и, конечно, Series A это тот момент, когда ты можешь поднять там уже весомые деньги для компаний, действительно потратить на найм крутых уже сеньорных специалистов в разработку, в поддержку, соответственно, уже сейчас вкладываться заново в архитектуру сервера, чтобы теперь мы могли поддерживать миллионы. И опять же, к той формулировке, когда мы думали, что мы сейчас миллион за 9 долларов можем сконвертировать, наша база данных и сервера не были готовы к миллиону, и мы этого не понимали, потому что казалось, что мы сейчас все можем. И вот любимая история нашего СТО, это черный четверг, он там уже черный, что он такое не придумывает. Выглядит это таким образом, вот вам просто поржать, что вот так у нас выглядит 500 ошибка, и когда в слаг в один момент начинает сыпаться от разных ребят, ребята, что такое, почему 500? В этот момент я такой, пора бы страницу 500 передизайнить, что-то она плохо выглядит, не так friendly для людей. Да, это мы как бы пытаемся пластырь там, где у тебя ногу оторвало, наклеить. Да, и так, конечно же, не работает. Это вот как раз тот фейл, который в прошлом году мы поймали, некоторые клиенты, конечно, разозлились на нас, но вот мы сейчас пытаемся этого больше не допускать, уже у нас там уровень качества совсем другой, поэтому это вот как раз тот фейл, опять же, который из-за роста, да, мне кажется, часто стартапы такое допускают, но вот, опять же, зная это постфактум, нужно было сделать вовремя правильные перестройки, в том числе в команде, в том числе в продукте, архитектуре. Ну и следующая часть, заключительная, которую я хотел поделиться с вами, это те самые инсайты, потому что, зная все успехи, все фейлы, теперь давайте поймем, а что же мы выучили за эти пять лет, вот с чем можно с вами поделиться, чтобы вы тоже это осознали для себя, и возможно в вашем продукте этот инсайт бы сработал. Вот я вот так порефлексировал и осознал, что для меня, наверное, первым инсайтом является это все-таки прайсинг и пэккеджинг, да, ну, в общем, цены и упаковка на вашем сайте, вашего продукта, и вот, как я говорил, что у нас низкий средний чек, это тоже, на самом деле, вот в эту тему бьет, да, что все-таки это самое главное в B2B-сайсе, потому что, если, вот как у нас получилось, в какой-то момент мы стали прям круто развивать продукт, потому что там на Каздевисе выявлять офигенные инсайты и вот новые ниши, которые потенциально нужны для там клиентов, там те же самые инструменты, автоматизации, то упаковка на сайте, потому что, например, команда маркетинг на этом не фокусировалась в какой-то момент, она стала просто устаревать, и то, что написано на сайте, вообще не мачилось с тем, что уже внутри в продукте, потому что продукт стал меняться быстрее, чем упаковка, вот это, да, такая история, поэтому очевидно, это нужно сращивать и делать чуть ли не ну так, как вы делали, наверное, на самом старте, вот я помню, когда я сам отвечал и за прайсинг, и за верстку на сайте, и за цены, то мне было очень просто добавить новую фичу, добавить ее везде, вот если вы не проложили такой путь, да, и у вас нету этого процесса в компании, то, конечно, это все будет буксовать, и да, клиенты будут разочаровываться и такие, мы пришли за одним, это называется такой уже мислит, да, а по факту у вас этого нету, либо наоборот, вау, у вас там столько всего, то есть до вас, наверное, там 90% не будет доходить, потому что на сайте написано совсем другое, ну и про прайсинг то же самое, да, что по факту оказалось, что это постоянная работа, мы вот в какой-то момент меняли там, типа раз в полгода прайс, считали, что это круто, классные там гипотезы, которые мы можем проверить, потом мы поняли, что это слишком медленно для нас, вот то же самое, да, про траил, стандартный период траила во многих сасах, типа 14 дней, ну это две недели, да, когда можно протестировать, кто-то делал 30, вот мы начинали с 30, я понимал, что у нас продукт, ну типа нужно разобраться, он еще сырой, пока ты его настроишь, поэтому 30 дней, и потом, когда ты начинаешь вот это играть в гроу-хакинг, а что, что если я сделаю 21, а что если я сделаю как все 14, и в какой-то момент мы увидели, что это работает, да, и, а давайте сделаем 10 дней, ну типа вообще класс, кого-то будет конвертироваться чуть ли не за неделю, да, за 7 это невозможно, потому, ну по крайней мере в наших реалиях, что у нас сложная есть интеграция с консолями, которые не все могут вывести, к сожалению, потому что они действительно там требуют либо доп. ресурсов, либо доп. знаний, но вот 10 дней оказалась нормальная история, и это вот тоже про то, как будет все конвертироваться, и какой там у тебя есть прайс, вот мы начинали с 9 долларов, потом мы поднимали, и вот в какой-то момент мы нашли даже метрику, которая позволила нам детектить те самые планы, которые, ну вот, неустойчивые, и вот наверняка многие из вас знают, я просто это увидел уже у себя на цифрах, когда вот мелкие инди-разработчики, стартапы на early stage, да, это неустойчивые сегменты клиентов, потому что они всегда будут недовольны текущим решением, им всегда нужно что-то больше, ну и желательно бесплатно, ну если не бесплатно, то как раз за те самые там 9 долларов, и вот, да, когда мы посчитали этот net dollar retention rate, если кто не знает, то внимательно изучите эту метрику, она очень крутая, и на самом деле производит впечатление на всех, с кем вы будете общаться, начиная от инвесторов заканчивать там даже новыми крутыми сотрудниками в компании, то вот мы нашли, что для этого маленького сегмента, мы называем его small, net dollar retention rate, вот по любым там когортам, он меньше 100%, это что означает, что те, кто подписались, они со временем отписываются, и новые, то есть апселлы не перекрывают это, то есть мы не умеем их растить со временем, если наш продукт развивается, не стагнирует, то очевидно появляется новая функция, на которой мы должны как бы переходить клиенты, раз это как бы правильный с нашей точки зрения путь развития клиентов и продуктов. Анатолий. Это был очень крутой инсайт, но я вынуждена сейчас тебя немножечко прервать, потому что у нас выходит время доклада, и у нас даже не осталось времени на вопросы. Да, буквально 10 секунд. Окей. 10 секунд. Я на самом деле рассчитывал на 40 минут, а у меня получается 30, но ничего. Тогда у меня осталось буквально две вещи, на которые я хотел уделить внимание. первая, точнее вторая вещь, это команда и ремоут работа, на которой мы сосредоточены. Это отдельная тема разговора, опять же, слайды потом могу пошарить, можете посмотреть. Есть отдельный доклад на эту тему, но вот мы нашли разные вещи, как это работает, потому что мы уже пять лет занимаемся ремоут историей, понимаем, как команду прокачивать, какие процессы нужны. И третья вещь, это, конечно же, качественный рост команды и фаундеров, то есть даже меня, и вот мы нашли, что это работает только с правильными адвайзерами, поэтому вот в нашей команде на текущий момент после прошлого раунда сейчас есть пять адвайзеров, и это как бы не то количество, на котором стоит останавливаться. Поэтому рекомендую эти истории использовать для вашего развития, и, скорее всего, продукты компания только выиграет от этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова